МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По зову сердца. Ростовские медики о том, как работа на скорой, выбрала их сама. Наверстывают упущенное. Старейшая гимназия в Аксае оказалась еще старше, как это удалось выяснить. Берегут природу с молоду. Движение юных активистов ЭКО-Лята отмечает первый юбилей. Смотр талантов. В Таганроге прошел ежегодный конкурс «Студенческая весна». С приходом весны вся область окрасилась в зеленый. В траве недостатка нет. Но в случае, если газон нужен круглый год, на одном из заводов Каменско-Шахтинского производят уникальные искусственные покрытия. Об этом и других успехах города в различных сферах. Александра Дурановская. Сложно представить, но этот поток белых нитей – будущая искусственная трава. Начинается превращение с шарика в полипропилена. Затем плавление в чане, покраска. И на выходе травяное полотно, аналогов которого в России не существует. Скажу, даже в мире не у всех есть. Это уникальная технология, уникального переплетения, где все три нити переплетаются между собой так прочно, что не нужно никакого связующего. Для переплетения основы и травинок на заводе Каменск «Химволокно» построили отдельный цех. В центре гудит огромный агрегат, который работники называют своим лайнером. Его пассажиры – 4 тысячи бобин или 25 тонн нитей. В год здесь будут выпускать 630 тысяч квадратных метров полотна. Ими можно будет покрыть почти 90 футбольных полей. Эта продукция такая эксклюзивная сегодня является, не только для Ростовской области, а ее востребованность очень высокая. Я поинтересовался, есть ли заказы, заказы есть. И теперь задача все это, отпуска наладочных работ, перевести в режим постоянной работы. Работу запустят уже в этом году. В производственную линию вложили более миллиарда рублей. А трава настоящая и не только. Еще освещение, лестницы, велодорожки и целый скейт-парк украсят набережную Каменска. Сейчас ведется ее масштабное благоустройство. Особое внимание уделят защите берега от подтоплений. Как понятно из жизни, паводки сносят все. Поэтому нужно готовиться в любом случае, даже если это здесь бывает редко. Рядом с набережной построили гостиничный комплекс. Вначале он задумывался как база отдыха для работников завода, но сейчас отдохнуть здесь могут все желающие. Благоустройство, а также проблемы Каменска, качество питьевой воды и состояние дорог Василий Голубев обсудил на встрече с главой администрации города Александром Комоцким. Как с ямочным ремонтом? У нас на текущий период до сентября 6 дорог в городе будет выполнен ямочный ремонт. Он уже начался. Еще 4 дороги, по словам мэра, в этом году отремонтируют капитально. Александра Дурановская, Дмитрий Азорнин, Дон-24, Каменск-Шахтинский. Завтра, 28 апреля, в Ростовской области вводится особый противопожарный режим. Он продлится до 20 октября. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков на заседании правительства 24 апреля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность, бытовые отходы, любые остатки на территории всего региона. Мы вызываем жителей Ростовской области соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры, не сжигать травянистую растительность, порубочные остатки, и для того, чтобы обеспечить безопасность и населенных пунктов, и жилых навладений от огня и от последствий ущерба в пожарах. За нарушение правил последует административное наказание. Напомню, пожароопасный сезон в Ростовской области ввели со 2 апреля. Продолжаем выпуск. Сегодня 9 семей получили почетное звание Трудовая династия Дона. В преддверии Дня весны и труда их поздравил губернатор Василий Голубев. Подробнее о событии расскажут мои коллеги. Судьбы Александра и Яны Малышевых связала служба на водном транспорте. Два поколения их семей работали в портах. Интерес к профессии передавали по наследству. За трудолюбие и верность традициям губернатор Василий Голубев присвоил семье почетное звание Трудовая династия Дона. Нам очень приятно, что у нас в нашем регионе есть такое звание, как Трудовая династия. Особенно почетно нам принимать это звание Трудовая династия от семьи. Потому что если бы не было семьи, наверное, не было бы и династии. Сегодня общий трудовой стаж династии Савченко Кирилла Ашмалышевых больше 180 лет. Яна и Александр заботятся о том, чтобы судоходство в морских портах Ростова, Азова, Таганрога было качественным и безопасным. По их стопам планируют идти и дети. У меня дедушка работал в Ростовском порту, и отец работал в Ростовском порту. И когда мы поженились с Яной, то оказалось, что ее родители, ее родственники, вся ее семья, трудовая династия, тоже в сегодняшнем, все на водном транспорте работали. Мама работала на речном вокзале, тетя работала на речном вокзале. Мы выросли на этих теплоходах. Уже старший сын тоже трудится у нас в Росморпорте. И надеемся, что и дочка, и младший сын тоже продолжат эту традицию работы на водном транспорте. Всего девяти семьям присвоили почетное звание Трудовая династия Дона. Они работают в разных сферах – образование, промышленность, аграрное дело, жилищно-коммунальное хозяйство. Кстати, общий трудовой стаж династии, который чествует в этом году – 1167 лет. Здесь на Дону всеобщим почтением и уважением пользуются семьями, в которых профессионализм, призвания передаются из поколения в поколение. Хотел бы сегодня воспользоваться возможностью и благодарить всех тружеников Ростовской области за ту работу, которая была сделана, за ту работу, которая продолжается сейчас. В Ростовской области почетное звание Трудовая династия присваивают с 2017 года. За 8 лет его получило 88 семей. Маргарита Аликулова, Дмитрий Азорнин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Трудовые династии есть практически в любой сфере. Так, Екатерина и Артем Меженевы, мать и сын, вместе работают на скорой помощи в Донской столице. Да и вообще история каждого сотрудника достойна внимания. В канун Дня скорой помощи Алина Цыбанева узнала, что привело ростовских крестоносцев в неотложку. Номер 03 на спине стетоскоп на шее, а на уме мысль – нужно успеть и спасти. В диспетчерскую поступает звонок, а это значит быстро собраться, взять в руки чемодан и главное – себя. Сейчас на вызове Артема и Екатериной. Связаны они не только работой, но и кровными узами. Сын с матерью пришли в профессию по зову сердца. Нередко помогают друг другу советом. Очень часто и сын поправляет, имея высшее образование. Екатерина Меженева мечтала работать на скорой всю жизнь и решила, что исполнить желание никогда не поздно. Пять лет назад она стала спасателем жизней. На выбор сына не влияло. Артем получил высшее медобразование и сразу в бой. Потом, когда начал работать, точно понял, что бросить не хочу. Благодарных людей очень много. Очень приятно слышать благодарность о спасенной жизни. Врачи скорой помощи говорят, что голову нужно сохранять холодной, но сердце у них остается горячим. Поэтому с пациентами часто держат связь. По возможности мы стараемся следить, обмениваться номерами с людьми в особо интересных, тяжелых случаях. Всегда интересно видеть результаты своей работы, особенно приятные. Работники скорой, смеясь, рассказывают, что попадают сюда по счастливой случайности. К примеру, водитель Александр, бывший военный, после летной карьеры сразу начал другую. Во время ковида помог фельдшерам погрузить пациента. Так и пришел в профессию. По зову сердца. Там был спасателем, и здесь спасателем. То же самое. Бывший вертолетчик и сейчас буквально летает. Машина должна успеть к пациенту. Здесь есть аппарат ИВЛ, кардиостимулятор и даже акушерский набор. Бригада выезжает на вызов примерно 20 раз за сутки. А в этой машине спасают людей. Но случайных здесь нет. Остаются самые стойкие и, главное, добрые люди. Таких по всему Ростову около трех тысяч человек. Работают они круглосуточно, без выходных и праздников. Лучшим из них награды вручили заместитель губернатора Андрей Пучков и министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Но, как признаются сами врачи, самое ценное они получают от пациентов. Конечно, самая большая награда – это спасенная жизнь. Благодарность даже словесную. Эмоциональная награда всегда приятная, результативная своего труда. В Ростове работают 10 подстанций скорой помощи. И каждый день не одна тысяча пациентов встречается с героями в медкостюмах. За год скорая совершила больше 400 тысяч выездов. Это почти половина всех вызовов по Ростовской области. Каждые сутки выполняем около тысячи вызовов. Около 300 человек мы госпитализируем в разные больницы нашего города. Это и дети, и взрослые. Еще не раз они победят болезнь. Сигнал их машины звучит, чтобы чье-то сердце продолжало стучать. Алина Цыбанева, Алексей Покатилов, Владимир Галуцкий. Дон-24. Ростов-на-Дону. Получить удостоверение ветерана боевых действий можно в электронной форме. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, для этого достаточно обратиться в банк-партнер на территории России и подать заявление. При этом необходимо предъявить паспорт и бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справку об участии в СВО. На получение электронного удостоверения имеют право не только действующие военнослужащие, но и ветераны, которые были участниками других различных вооруженных конфликтов, будь то в Сирийской Арабской Республике, Афганистан, чеченские компании и так далее. Добавлю, получение электронного удостоверения позволит своевременно получать федеральные и региональные меры социальной поддержки. Например, бесплатный проезд на общественном транспорте, начисление пенсии ветерана боевых действий, дополнительные страховые, компенсационные и другие выплаты. К другим темам. Вывести свое детище на рынок и рассказать всем, кому изобретение может быть полезно. А еще пообщаться с единомышленниками и получить статус резидента Сколково. Все это смогли участники стартап-тура, который прошел в Ростове-на-Дону. Татьяна Синицына с подробностями. Это шум будущего. Перед нами полноприводный велосипед «Кальмиус-2.0 2х2». По словам разработчика, особенность такого транспорта состоит в том, что оба колеса ведущие. Сердце сделано из шруса обычного, для того, чтобы можно было им управлять, поворачивать. То есть, ну я сейчас продемонстрирую, как он поворачивает. Рама складывается на две части. То есть, вот управление происходит таким образом. Если вам нужно, чтобы пицца была зимой горячая, вам ее привезут на таком полноприводном велосипеде, и не будет пробок. Денис Хохлов рассказывает, на воплощение идеи ушло около четырех месяцев. А чтобы железного коня не угнали, он воспользовался не сигнализацией, а запатентовал разработку. Добавляет, в России конкурентов у него нет. Среди разработчиков стартапов студенты, молодые ученые и предприниматели с инновационными идеями. Участники с разных субъектов Российской Федерации могут получить ответы на свои вопросы. Как же вывести продукт на рынок быстрее? Как получить финансовую помощь? Достаточно много коллективов, ребят, компаний, занимаются технологическими предпринимательствами, решают насущие технологические задачи. И, по большому счету, такого рода компании при прохождении экспертизы могут получить статус Холкова с сопутствующими льготами и преференциями, необходимыми для ускоренного их развития. Мы ожидаем от мероприятия, что оно принесет не только пользу региону в плане развития инновационной экосистемы, но и то, что мы решаем стратегически главную задачу по интеграции жителей новых регионов в инновационное пространство Российской Федерации. Также участники могут заявить о себе и о своем проекте на федеральном уровне и получить поддержку инвесторов. Не нужно ехать в Москву. Если у тебя есть идея, у тебя классная компания, прорывная, которая ориентирована на большой спрос, мировой спрос, ты можешь здесь получить статус президента Холкова, не уезжая из Ростовской области. И здесь искать партнеров. А еще победителя ждет денежный приз. Татьяна Синицына, Роман Беркалеев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Посмотрите новости на Дон-24 и вот о чем еще расскажем далее. Наверстывают упущенное. Старейшая гимназия Вакса и оказалась еще старше, как это удалось выяснить. Берегут природу с молоду. Движение юных активистов ЭКОЛЯТА отмечает первый юбилей. Смотр талантов. В Таганроге прошел ежегодный конкурс «Студенческая весна». Немногие знают, но гордость Донской земли писатель Михаил Шолохов был не только выдающимся автором, но также занимался политикой. С 1937-го он являлся бессменным депутатом Верховного Совета СССР. Об этой части жизни отца Тихого Дона можно узнать на выставке в Шолохо в центре. Анастасия Изюменко уже там побывала. Сейчас многие люди в принципе не знают о том, что делал Шолохов, кроме как писал Тихий Дон, поднятую целину и другие свои произведения. От этой мысли год назад и появилось желание показать людям деятельность Михаила Александровича за пределами литературы. Объединение экспонатов из пяти донских музеев и трех архивов позволило воссоздать в Шолохов-центре хронологию политической деятельности писателя. С 1937-го года он являлся бессменным депутатом Верховного Совета СССР. Для него чужой боли, чужой проблемы не было. Это хороший пример для сегодняшних депутатов всех уровней работа Михаила Александровича. Ему ничего не нужно было не для своих благ, а ради простых людей. За это они его любили, ценили, уважали, относились как к родному. И до сих пор вот это отношение простых людей к Шолохову, оно сохранилось и оно осталось. Рисковал собственной жизнью, чтобы спасти тысячи людей еще до депутатских обязанностей. Речь о письмах самому Иосифу Сталину. Сначала не получал ответы, но продолжал направлять обращения. Шолохов не боялся в открытую говорить о произволе, который происходил на местах, а именно и в Вершинском районе, и в Верхнедонском районе, то есть в Ростовской области. Весь этот процесс хлебозаготовок, процесс коллективизации. Так в начале 30-х годов эти письма спасли порядка 100 тысяч жизней. Сталин распорядился оказать продовольственную помощь Вершинскому и Верхнедонскому районам. И это лишь история одной витрины, а их десятки по всем четырем залам. Выставку поделили в соответствии с хронологией жизни Михаила Александровича. Далее 40-е. Здесь затронута тема Великой Отечественной войны. Этот зал говорит больше о символизме. Обломки штурмовика, как напоминание о том, что писатель выжил в авиакатастрофе. Макет бомбы, как уже личная трагедия. 8 июля 1942 года произошла бомбежка в станице Вершинской. В результате бомбежки погибает мать писателя. Был разрушен его дом. Третий зал покажет посетителям послевоенную историю. А именно, как Михаил Александрович помогал восстанавливать родной край. Электрификация, газификация района, роддом, детские сады, школы. Все это было построено с его подачи. Здесь же добавляются факты и благотворительные его деятельности. Так, например, Ленинская премия, полученная Шолоховым в 1960 году, была полностью отдана на строительство школы в Каргинске. Также по инициативе депутата Шолохова стали строить дороги к хуторам и станицам области. На окраине Вершинской появился аэропорт и началось возведение моста через реку Дон. А вот это уже заключительный зал. Именно здесь отобразили общественно-политическую деятельность Михаила Шолохова. Можно увидеть его подлинный стол, рабочие инструменты, а также письма, которые он отправлял властям. Так, письма всего одного человека не только улучшали родную землю, но и спасали тысячи жизней. Выставка Шолохов «Больше, чем писатель» продлится до 25 сентября 2024 года. Анастасия Изюминка, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. От церковно-приходского класса до современной школы. Третья гимназия в Оксае отметила 135-й день рождения. Но не обошлось без путаницы. Благодаря кому удалось узнать точный возраст заведения и его историю, расскажут мои коллеги. Сегодня третья гимназия в Оксае – настоящий ученический городок. По его улицам-коридорам ходят 2100 учеников, а занятия ведут 139 преподавателей. В 2019-м школа стала лучшей в России. Тогда же и отметила вековой юбилей. Спустя пять лет – новая дата. Но вот парадокс. Гимназия оказалась на 30 лет старше. Это обнаружил преподаватель и выпускник школы Игорь Бендер, которого родные стены и побудили выбрать профессию. Узнать историю школы всегда очень хотелось, а информации было достаточно мало. И, возможно, это стало каким-то толчком, при том, чтобы пойти именно по исторической стезе. В классе 10-11 я всегда отшучивался, когда меня учителя спрашивали, куда ты пойдешь учиться дальше. Я говорю, ну, не сдам, пойду на учителя истории. Дошутился. По крупицам учитель начал восстанавливать летопись гимназии. Вместе с верными помощниками и учениками ходили к бывшим выпускникам, изучали материалы городского архива и военно-исторического музея. В итоге появился настоящий научный труд. Выяснили – гимназия ведет историю с позапрошлого века. 135 лет назад здесь также были ученики. Правда, всего один класс, а занятия вели священники. Вскоре школа разрослась и стала образцово-показательной. Но страну настигла революция. Здание стало военным госпиталем, а школьники – фельдшерами и медсестрами. После огня 1914-го – новые испытания. В годы Великой Отечественной войны преподаватели ушли добровольцами на фронт, в том числе и выпускники гимназии. Имя гимназии сегодня носит дважды Герой Советского Союза Николай Дмитриевич Гулаев, который тоже учился в этой школе. Шло время. Вместе со строем менялась и гимназия. Ее историю нынешние ученики показывают на сцене актового зала. Со школьниками прошлого у них много общего. Школьные годы, как и для каждого учащегося, это самые яркие моменты жизни. Они дают мне массу впечатлений. Сегодня школу заканчивают более 260 ребят. Сколько было выпускников за 135 лет, сложно сосчитать даже историкам. Но каждому, кто вышел из ее стен, есть что сказать. Это очень значимая дата, это серьезная веха в жизни гимназии. Являясь ее выпускницей, я, конечно же, от всего сердца хочу поблагодарить своих дорогих учителей низким поклонам. С новым временем приходят и новые вызовы. Но ученики и бывшие нынешние уверены, гимназия простоит еще не один век. Александра Дурановская, Татьяна Синицына, Богдан Дмитриев, Дон-24, Аксай. А юные активисты отмечают первый юбилей движения «Эколята», где малыши с самого раннего возраста учатся ответственному отношению к природе. Своими знаниями экологи поделились с Маргаритой Аликуловой. Зеленые галстуки и футболки. Донских эколят видно издалека. Сегодня они отмечают 10-й день рождения движения. Многим малышам из этой группы недавно исполнилось 6 лет, а они уже знают, как сохранять богатство донской природы. Нельзя разрушать муравейники. Только можно делать их из сухого песка. Сажать цветы, помогать природе. Нужно помогать деревьям. Эколята узнают новое, играя. Решают загадки про деревья и их плоды, размышляют, какие предметы можно получить после переработки отходов. А еще на перегонки сортируют мусор. Важно не только два раза в год выйти посадить дерево или отпраздновать какой-то праздник. Важно ежедневно понимать, что природу нужно охранять, заботиться и даже в мелочах, сортируя мусор, понимая, как его перерабатывать и для чего. Экологическое мышление прививают и родителям. По мнению воспитателей, малыши должны видеть, семья тоже заботится о природе. В этот раз мамы и папы помогли эколятам высадить 40 сеянцев сосны. Ежегодно приобщают детей к посадке тюльпанов, деревьев, сосен. Это очень хорошо. Мы все довольны этим, приветствуем всегда это. Кстати, первое отделение движения открыли именно в Ростове-на-Дону. Участников с каждым годом все больше и больше. Мы обязаны, мы должны формировать экологическую культуру и экологическое просвещение наших деток. Чем раньше мы начнем, тем более сильное, экологически продвинутое поколение мы для себя получим. Сосны и калята посадили в рамках международной акции «Сад памяти», чтобы почтить подвиг защитников Родины. Маргарита Аликулова, Богдан Дмитриев, Дон-24, Ростов-на-Дону. А донские студенты во время затишья перед бурной летней сессией отпраздновали студ весну. Как прошел финальный голоконцерт в Южной столице, расскажет Виктория Слепченко. На время выступления студентов из Таганрога зал затаил дыхание. Это только первый номер. На сцене словно настоящие профессионалы. Начиная от музыкального сопровождения до грима и костюмов. Все идеально. Мы очень рады, что мы с нашей компанией смогли дойти до галоконцерта. Это невероятное достижение. Это такие эмоции, что не передать словами. Очень счастливы, что выступаем. Конкурс «Студенческая весна» проходит в Донском регионе с 2003 года. И до сих пор остается самым масштабным и ярким событием в жизни любого вуза. Выступление студенток из Ростовского юридического вуза МВД России с необычным танцем «Море волнуется» можно назвать успешным дебютом. Университет не принимал участия в конкурсе несколько последних лет. Я на самом деле очень рада, что нас пригласили. Это для нас большая честь. Мы очень благодарны нашему руководителю. Атмосферно в этот вечер было не только на сцене, но и за кулиси. Некоторые костюмы настолько необычные, что надеть их без посторонней помощи невозможно. Но для этого есть одногруппники. И несмотря на все хлопоты, настроение участников позитивное. Город у моря. Это мой самый любимый город. Таганрог. Вот мы с ребятами оттуда. Взяли гран-при, кстати, на студенческой весне. Преступление и наказание. Максимально серьезная роль. Это ответственный момент в моей жизни. Я к нему готовился весь год. И вот сегодня я, наверное, очень счастлив, потому что меня поставили в центр. Конкурс объединил 15 тысяч студентов из разных уголков Донского региона. Состязания проходили в два этапа. Первый – отборочный. Выбирали лучших из лучших в каждом учебном заведении. А теперь самые талантливые поедут на всероссийский этап. Будут объявлены победители, которые в дальнейшем поедут на всероссийский этап конкурса «Российская студенческая весна» в город Саратов. С 26 мая по 1 июня. В прошлом году наш Донской регион представлял. Естественно, было выиграно 11 побед. Мы надеемся, что наши ребята и в этом году привезут победы. В этом году Донской регион в Саратове на Всероссийской студт весне представят студенты из Южного федерального университета. Они получили гран-фри на финальном галоконцерте. Третье место занял коллектив Ростовского медуниверситета. На втором – ринг и ДГТУ. А почетное первое место присвоили Ростовскому государственному университету путей сообщения. Виктория Слепченко, Максим Шапошников. Дон-24. Ростов-на-Дону. Развитие промышленности и благоустройства территории, реконструкция дорог, укрепление патриотизма и подведение итогов конкурса «Учитель года». О главных событиях расскажем завтра в программе «Итоги недели» в 18.00 на Дон-24. И сегодня вечером смотрите продолжение сериала «Дорога домой». Матвей Герасимов – профессиональный военный. Ветренная, холостая жизнь очень беспокоит его отца, Егора Тимофеевича. Матвей обещает в следующий раз приехать домой с невестой. Но внезапно из-за пожара в доме отец Матвея умирает. Перед главным героем встает непростой выбор – либо оставить все по-прежнему, либо сделать то, о чем просил его отец – наконец обрести семью. Смотрите продолжение сериала «Дорога домой» в 19.00 и в 20.30 на Дон-24. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на сайте Дон-24.тв и в наших соцсетях. В студии была Алла Локтенова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok